Уже второй день минус того момента, как на Украине объявили официальную продовольственную блокаду Крымскому полуострову. Активисты этой гражданской акции на границе с Крымским федеральным округом блокируют ввоз любых продуктов питания на полуостров. Результаты этой больше политической, нежели экономической, как ее определяют эксперты санкции, сегодня попытались оценить в Крымском правительстве. У контрольно-пропускных пунктов на административной границе с Украиной продолжается акция по продовольственной блокаде Крымского полуострова. Уже второй день активисты блокируют кордон. Прямых конфликтов с водителями продуктовых фур не было, но общее напряжение, как можно заключить по этим кадрам, пока еще сохраняется. Что же касается общего лейтмотива, здесь без комментариев. Я вам еще раз поясню. Что ты их слушаешь? Их замитнете, заставили на чужую территорию. Так что все. А это Украина. До побачення. На основании чего я должен развернуться. Ну, хотите стейте. Вам не нужна Украина? Будь ласка. Выявляйте себя. Працюйте. Крым находится не на скале. Там есть плодородные земли. Гарный климат. Працюйте. Че вы сподіваетесь, что вас кто-то мает годовать? Крымчане думают, что они как телянка и хотят ссать двух маток. Из России хотят брать, из Украины. Ну, так же не бывает. Это же несправедливо. Треба справедливость и по-любски, по-честному, делать. А в это же время в Крыму министр промышленной политики Андрей Скрыник отправился вместе с работниками средств массовой информации на премьере столичных магазинов и рынков выяснять продовольственную обстановку. Как оказалось, проблем с продуктами питания на прилавках симферопольских супермаркетов не было, нет. И по мнению директора одного из магазинов крупной торговой сети Ирины Королевы не будет и в будущем. В общем, по вашему магазину доля продукции крымской, российской, украинской, если можно, приблизительно, хотя бы в процентном счете? Ну, украинской, наверное, продукции процента, наверное, 2, может быть, осталось. Местных наших крымской продукции процента, наверное, 15. Все остальное российское. Профильный министр поспешил заверить, скачки оцен на продукты питания крымское правительство не допустит, равно как и не будут стоять пустыми прилавки на рынках и магазинах полуострова. От этого уже можно сказать, Крым застрахован оформленными на бумаге утвержденными и подписанными контрактами. Законтрактованные объемы, которые на сегодняшний день уже подписаны у, соответственно, наших торговых сетей, они со стопроцентной уверенностью позволяют сказать, что мы обеспечены всем необходимым, обозримым будущим. А вот на рынках крымской столицы уже сами реализаторы продукции, как правило, частники-производители, говорят, цены опускаем по максимуму. Урожай собран и реализовать его нужно как можно быстрее. В этом свете о недостаточной обеспеченности продуктами питания вообще говорить не приходится. Так что пока процессом торговли довольны и покупатели, и продавцы. Блокада пока у нас не ощущается. У нас пока продукция есть. В Крыму выращиваем и свинины, и говядины. У нас все это есть. И с Россией привозят из Краснодара. Поэтому пока мы не ощущаем. Все, что не сделает Украина, они сделают только для себя. Закроют границу, значит, останутся без денег наших. Вот и все. Я думаю, что у Крыма и у России хватит продуктов, чтобы нам кушать. Я думаю, что придет время, обязательно оно придет, когда люди, наконец-то, придут к власти в Украине нормальной, которые будут думать не только о своем кармане, а и о благосостоянии своей страны. И тогда все наладится. Я думаю, что границ скоро не будет точно. Хотя, возможно, два дня это и не показатель, но по всем статистическим данным, считают в Министерстве промышленной политики, Крымский полуостров практически независим от готового украинского продукта. Те объемы, которые сегодня на прилавке и торговых сетей, и рынков поставляют крымские сельхозтоваропроизводители и, соответственно, дистрибьюторы с материковой части Российской Федерации, они позволяют, во-первых, полностью насытить рынок в плане наличия ассортимента и, соответственно, учитывая то предложение, которое есть, позволяют нам уверенно говорить о том, что никакого основания для повышения цен также нет. К такому же выводу, проанализировав все происходящее, пришли и в городадминистрации Симферополя. Объективной причины для повышения цен нет. На территории Крыма находится очень много продукции. Знаете, вот просто если посмотреть на действия наших оппонентов с определенного государства, они там месяц пиарили эту акцию. В принципе, зачем? Вот если они хотят нам нанести вред, то это делается быстро, для того, чтобы это было неожиданно, мы к чему-то не были готовы. Они месяц всем говорили, что они будут делать. Это же абсурд, это просто пиар-акция. Я думаю, она скоро закончится вообще, в принципе. В конце концов, Минпромполитики Крымского полуострова и вовсе предлагают отказаться от употребления в СМИ термина «продуктовая блокада с украинской стороны», так как, по сути своей, данная акция носит чисто психологический и политтехнологический смысл. И ориентирована она, по большому счету, на тех и только на тех, кто непосредственно в данный момент гордо размахивает украинским флагом на крымско-украинской границе. Егор Петрунин и Евгений Луговской. Служба новостей ТВ.